МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика» в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юность Большой Волги в столице Чувашии проходит межрегиональная конференция научного творчества. Всегда готов! Чувашия присоединилась ко всероссийской единой декаде ГТО. Робот – друг человека. Новые технологии в дошкольном образовании. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Актуальные проблемы экологической безопасности водных ресурсов обсуждали сегодня в Казани. Здесь состоялось заседание круглого стола Волжской природоохранной прокуратуры. Участие в нем принял и глава Чувашии. За круглым столом в Казанской ратуши собрались представители 15 регионов, которые входят в состав Волжского бассейна. Проблемы у субъектов схожие. В реки поступают неочищенные источные воды. По-прежнему вызывает беспокойство эрозия почвы. Не в полной мере решены задачи утилизации отходов производства и потребления, в том числе безхозяйных сибироязвенных скотомогильников. В ходе прокурорских проверок выявлены многочисленные факты незаконного строительства, приватизации земель, расположенных в пределах и береговой полосе водных объектов. Волжской природоохранной прокуратуре создали подробную интерактивную карту объектов, негативно влияющих на окружающую среду. В этот список попало порядка 20 тысяч предприятий. Некоторые организации утилизируют отходы прямо в границах водоохранных зон. Их руководителей привлекают к ответственности. Хотя, отметили за круглым столом, не во всех регионах налажен должный контроль за соблюдением экологической обстановки. Участники совещания выработали конкретные рекомендации по решению существующих проблем. Необходимо реконструировать ливневые канализации, создавать систему очистки сточных вод и проводить берегоукрепительные работы. Мы реконструкцию ведем комплексно биологических очистных сооружений, куда сбрасываются воды сточные с города Чебоксары, с Новочебоксарска. Миллиарды рублей на это выделили. По ливневым стокам есть проблема, потому что города строили в советское время и не рассчитывали. Они сегодня не обеспечивают после ливневых дождей. На сегодняшний день, приурвачивая все те мероприятия к проведению юбилейных дат, в данном случае города Чебоксары, мы участвуем в государственной программе и перспективе этого вопроса тоже будем разрешать. В Федеральном агентстве водных ресурсов отмечают, что на первый план сейчас выходят и вопросы поднятия Чебоксарской ГЭС. Для реализации этого проекта республика сделала все. Комплексный подход на сегодняшний день есть, имеется на уровне федерального центра. Межведомственные взаимодействия есть. И мой коллега Ивановской области, допустим, предложил, чтобы на уровне правительства Российской Федерации было соответствующее агентство или служба, который бы координировал все региональные власти и все муниципальные власти для того, чтобы скоординировать все наши действия. Глеб Бритвин, Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика. В Госдуме России прошли Дни Чувашии. В программе презентация потенциала республики, участие в работе думских комитетов, встречи и консультации. На Дни Чувашии в Госдуму были приглашены не только депутаты Нижней Палаты Российского Парламента, но и представители органов власти других регионов, бизнес-структур. Работа ведется в двух направлениях. Проработка возможных перспектив сотрудничества и обсуждение уже реализованных проектов. Положительная инвестиционная история региона – лучшее доказательство деловой состоятельности. У Чувашии немало партнеров, которые могут это подтвердить. Чувашия у нас очень хороший, колоссальный пример позитивного сотрудничества. Сотрудничаем не только на обеспечение надежного дорогоснабжения потребителям, но также и работаем в рамках созданного год назад буквально производственного кластера. Это инновационный кластер, который занимается развитием электротехнической продукции, реализуя задачи импортозамещения. Мы уже на практике видим то, что компания «Российские сети» сотрудничает с двостью предприятиями Республики Чувашии по производству и закупке такого оборудования. В последние годы активно развивается сотрудничество с авиаперевозчиками. После многих лет простой аэропорт Чебоксары начал принимать и международные, и внутренние рейсы. Скоро их станет еще больше. Очень удобное время для жителей Чувашии, для прибытия в столицу. В 7.30 по Чебоксарскому времени самолет вылетает в Москву, прилетает в самый ближайший аэропорт в Москве, где 30 минут и вы в центре города. И после проведения рабочего дня в Москве можно вернуться к семье в Чебоксары. Вечером в 21 час вылет из Москвы, и в 10 часов 30 минут вы уже будете в Чебоксарах. Регион занимает стабильные позиции в инвестиционном рейтинге субъектов России. Инвесторам оказывается максимальная поддержка. Принцип одного окна – при оформлении документов, налоговой льготы, компенсации, освобождение арендной платы. Мы понимаем, что привлечение инвесторов – это большая и сложная работа. Главное, что мы делаем сегодня – создаем атмосферу открытости и честности, законную систему защиты бизнеса. На интересе инвесторов работает не один десяток инвестиционных законов и нормативных правовых актов республики. Привлечение инвесторов – это большая и сложная работа. Необходимо создать атмосферу открытости и честности, законную систему защиты бизнеса. Госсовет Чувашия, как законодательный орган, понимает важность создания благоприятной правовой базы для развития бизнеса в республике, отметил спикер Юрий Попов. В Чебоксарах не останется ни одного обманутого дольщика. Два долгостроя по проспектам 9-й пятилетки и тракторостроители обещают сдать в эксплуатацию в третьем и четвертом кварталах этого года. Премьер-министр Иван Моторин решил лично выяснить, может ли что-нибудь помешать планам застройщиков. Дом по проспекту тракторостроителей в Чебоксарах пребывал в недостроенном состоянии 8 лет. В 2014 году объект выкупила новая компания и в декабре возобновила работы. Было 59 обманутых дольщиков практически со всеми. На сегодняшний день договоренность. Мы их всех зарегистрировали уже на свою фирму по договору купли-продажи, по договору дали его участие. В связи с кризисом спрос на квартиры, в том числе и на ипотечные кредиты, сильно упал. Строительные компании вынуждены искать новые способы выхода из ситуации. Для продолжения строительства компании принята программа помощи по кредитованию населения. Совместно с банком проработана кредитная ставка 8%. Поэтому сегодня люди, которые получают сбербанковский кредит ипотечный приходят к нам, мы еще компенсируем процент. На данный момент первые два подъезда уже ждут чистовой отделки. Благоустройством и укладкой асфальта во дворе займутся уже в июне. Ситуация с домом по проспекту 9-й пятилетки немного сложнее. Предыдущий застройщик оставил объект без части необходимых документов. Поэтому сегодня приходится согласовывать использование дополнительных земельных участков, нужных для строительства. Этот процесс откладывает сдачу дома почти на два месяца. Тем не менее, его также обещают сдать до конца 2015 года. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика. Ежегодно 15 мая празднуется Международный день семьи. Семья играет важную роль в жизни каждого человека. Поддержка материнства и детства – одна из приоритетных задач правительства Республики. Многодетных семей в России теперь немного, всего около миллиона. Это 1,5 часть от общего количества ячеек общества. Причем количество 70% случаев – это трое детей. В Чувашской Республике проживает более 10 тысяч многодетных семей. С 2012 года кроме материнского капитала за третьего и последующего ребенка родителям выдают еще один сертификат на 100 тысяч рублей. Более 4 тысяч семей получают ежемесячную денежную выплату около 7 тысяч рублей. 85 тысяч детей Чувашии получают государственные пособия. 3 тысячи многодетных семей уже имеют земельные участки. В этом году для обеспечения жильем многодетных семей по договору социального найма предусмотрено более 85 миллионов рублей. На предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках подпрограммы обеспечения жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» в 2015 году в бюджете Республики предусмотрено более 270 миллионов рублей. Государственной поддержкой смогут воспользоваться около 600 молодых семей. Семьи бывают разные, не всегда благополучные. Чтобы помочь детям и их родителям в решении сложных вопросов, 17 мая во всем мире отмечается Международный день детского телефона доверия, который призван привлечь внимание широкой общественности к проблемам детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В нашей республике телефон работает с 2010 года. На номер 8 800 2122 может позвонить любой человек – ребенок или взрослый, который столкнулся с проблемами в жизни. Вот если взять 14-й год, за 14-й год на этот телефон поступило более 24 тысяч, около 25 тысяч звонков. Более 70% звонящих – это дети, преимущественно подросткового возраста. Но остальные 30% – это родители, родители с детьми. Очень приятно, я считаю, и очень хорошо, когда по возникшему непониманию родители с детьми вместе консультируются со специалистом. Как себя вести в таком случае, как выйти из этой ситуации, тем более если возникла конфликтная ситуация. Номер телефона 8 800 2122. На этот телефон можно позвонить и со стационарного телефона, и с мобильного телефона. Я считаю, не надо ждать осложнения различных возникших проблем, как несовершеннолетним, которые иногда не могут поделиться своими проблемами с ровесниками или с родителями, с учителями, так и взрослым, если возникли проблемы во взаимоотношениях с детьми. Нужно советоваться со специалистами, которые дадут правильные, квалифицированные варианты выхода из возникшей ситуации. Советы правильные дадут. Пожалуй, каждый студент и школьник знает, что такое конференция и зачем она нужна. Вот уже 17-й раз в столице Чувашии проходит межрегиональная конференция научного творчества «Юность Большой Волги». На событии побывала и наша съемочная группа. Физика, математика, машиностроение и множество других дисциплин – все они представлены в конференции «Юность Большой Волги». Ежегодно в ней принимают участие более 650 работ студентов не только нашей республики, но и трех учебных заведений республик Татарстан, Мариэл и города Воронеж. Проходят, ребята, тяжелые испытания, потому что конференция проходит в два этапа. Сначала проходит заочный тур и в результате оценки компетентного жюри на очный тур, на котором мы сегодня присутствуем, проходят только уже одни из самых лучших работ. В этом году из 641 работы в очный тур прошло 358. Выявить талантливых студентов, которые специализируются в различных отраслях науки – вот главная цель фестиваля. Каждый год в его программе появляются новые дополнительные секции. Но, пожалуй, самыми интересными по-прежнему остаются творческие направления. Например, журналистика. Кстати, на этот раз в аудитории активно обсуждался вопрос о факторах риска телевизионных журналистов. Почему я выбрала эту тему? Потому что мне кажется, что журналисты мало защищены именно в наше время. После событий на Украине, когда журналистов, к примеру, первого канала Анатолия Кляйна, оператора первого канала, его, получается, убили. И никто не несет за эту ответственность. В процентном соотношении журналисты гибнут именно в мирное время, чем военное. Хотя должно быть, наверное, иначе. Вот, хотелось бы, чтобы жертв было намного меньше. Еще одной не менее интересной секцией конференции стало декоративно-прикладное искусство. Конкурсанты в этой аудитории могут создавать своими руками практически произведения искусства, как, например, вот эта мозаика. Для того, чтобы сделать такие столешницы, участникам конференции пришлось немало потрудиться. Собирали мы, наверное, недели две. Ходили по складам. Спасибо добрым магазинам, которые давали нам плитку бесплатно. Было очень много плитки. Мы кололи, искали нужные цвета. Но было очень много потрачено сил. Это необычно. Оформление интерьера в стиле мозаики набирает обороты. Кстати, у победителей конференции появится уникальная возможность заявить о себе. Именно их работы войдут в специальный сборник лауреатов. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. А в дошкольных учреждениях Чебоксар продолжает развиваться новое направление. Создаются комплексы интерактивного оборудования для детей с ограниченными возможностями. Что это такое и каким образом действуют, узнавали мои коллеги. У малышей детского сада номер семь появился новый друг – робот Лунтик. С его помощью дети с ограниченными возможностями могут играть, проходить обучение, узнавать что-то новое. В общем, вести активный образ жизни. Этот робот российского производства появился в созвездии совсем недавно. И подобных умных машин нет ни в одном дошкольном учреждении не только Чувашии, но и соседних регионов. Вадим Соколов с помощью Лунтика нашел нового друга – девочку Дашу. Я играю каждый день с Дашей в разные игрушки. Каждый день к нам приходит Лунтик. И мы с ним играем, общаемся. А когда я болел, он приходил ко мне в гости. И я играл с друзьями в детском саду. Сотворить картину из песка могут все дошколята. Для этого стала работать комната песочной терапии. С помощью такой методики ребята развивают мелкую моторику рук, мануальные навыки, что важно для маломобильных детей. В бассейне детского сада установили и специальный подъемник. Теперь малышам будет гораздо проще учиться плавать. У Марии Мирловой в этот детский сад ходит второй ребенок. В созвездии есть интерактивные помощники – сенсорный стол и доска, где малыши могут обучаться, играя. С помощью ликотеки удалось решить проблему речевого развития. Это очень необычно, увлекательно, развивает очень ребенка. Ребенок увлечен в процесс развития. Также интересно не только ребенку, но и взрослому. Очень помогает, способствует таким деткам. Пока еще детские сады не вошли в федеральную программу «Доступная среда». Но дошкольные учреждения своими силами обеспечивают комфортные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Включение садиков в проект – такого решения сейчас ждут от Госдумы. Должна быть преемственность детского сада и школы. Понятно, что мы сейчас создаем это на базе детских садов, все условия. И именно вот эта неразрывная цепочка, она должна быть. Потому что смысл тогда того, что ребенок получил в детском саду, он адаптирован, он готов. И когда это прерывается от цепочка в школе, это уже неправильно. Диагноз, каким бы сложным он ни был, не повод лишать ребенка детства с присущими этому времени радостями жизни. Общаться со сверстниками, играть и учиться вместе с ними – то, о чем мечтают дети и их родители. И теперь такая возможность у них есть. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. Не успело завершиться расследование одного ТТП с участием полицейского, как сегодня стало известно, что в Цивильске сотрудник вневедомственной охраны сбил 73-летнюю женщину. Впрочем, обстоятельства таковы, что дать однозначную оценку происшествию сложно. 26-летний сержант полиции, сотрудник отдела вневедомственной охраны по городу Канашу, следуя по служебным вопросам на служебном автомобиле «Лада Гранта» из Канаша в Чебоксаре через город Цивильск, на выезде из этого населенного пункта на трассе М7 «Волга» совершил наезд на 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, вне пешеходного перехода. В результате женщина, пострадавшая, с переломом ноги, была доставлена в больницу скорой медицинской помощи в городе Чебоксар, где ей в настоящее время оказывается медицинская помощь. По данному факту Цивильским и районным следственным отделом Следственного комитета организовано проведение доследственной проверки, тщательно осмотрено место происшествия. По результатам проведенного медицинского освидетельствования состояния опьянения у полицейского в момент ДТП не установлено. Сам он с места происшествия не скрывался, сразу сообщил о происшествии в больницу. Необходимо отметить, что переход такой оживленной автотрассы в неположенном месте, он очень опасен. И в том числе может повлечь и смерть пешехода. Сегодня Россия отмечает знаменательную дату – 90-летие выдающегося композитора современности Андрея Яковлевича Ишпая. Он родился в Казмодемьянске, но Чувашия по праву считает его своим земляком. Его мать – Чувашка, а сам Андрей Ишпая окончил среднюю школу номер один Мариинского посада. И сразу же со школьной скамьи ушел на фронт. В полях завислой сонной, лежат в земле сырой, сережка с малой пронной и Витька с маховой. Эту песню наряду с многими другими известными произведениями написал Андрей Ишпай. В Москве с юбилеем Андрея Яковлевича поздравил полномочный представитель Чувашской республики при президенте Российской Федерации Леонид Волков и передал поздравления от главы Чувашской республики. «Ваш жизненный путь заслуживает глубокого уважения. Будучи участником Великой Отечественной войны, вы внесли весомый вклад в победу над фашизмом, за что были награждены орденом и медалями. После окончания войны и вплоть до сегодняшнего дня верой и правдой служите ее величеству музыке», говорится в поздравлении Михаила Игнатьева. Чувашия присоединилась ко всероссийской единой декаде ГТО, которая пройдет с 15 по 25 мая. Во время декады еще больше любителей физкультуры смогут официально зарегистрировать результаты. В республике продолжается внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Завершился первый этап сдачи нормативов для школьников и уже начался второй. В итоге самые сильные и выносливые будут представлять нашу республику на всероссийском финале, который пройдет в августе в Белгороде. Пока тестирование можно проходить только в четырех муниципалитетах Чувашии. Однако в ближайшие месяцы этот вопрос будет разрешен. Остальные центры, коллеги, вы создаем, не дожидаясь федерального указания. Нам на коллегию ждали такое вручение, чтобы центры в каждом муниципальном образовании должны создаваться. И поэтапно мы будем их укомплектовывать необходимым спортивным оборудованием. Имейте, пожалуйста, в виду. Наша с вами задача, наверное, уже с нового учебного года, составив графики по сдаче ГТО, чтобы ввести центр тестирования уже начали издавать тесты воспитания школьники. В рамках Декады ГТО для жителей республики состоятся спартакиады до призывной молодежи, показательные выступления по выполнению нормативов, встречи со спортсменами и, конечно же, сам прием нормативов. Для того, чтобы результаты тестирования были официально внесены в базу, каждый должен иметь свой идентификационный номер, который присваивается при регистрации на федеральном сайте «Готов к труду и обороне». Кроме спортивных мероприятий, в рамках Декады пройдет и творческий конкурс на лучший рисунок о ГТО. Принять участие как в конкурсе рисунков, так и в выполнении нормативов может каждый, поэтому начавшаяся всероссийская Декада должна стать праздником для всех. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика. Музеи Чебоксар оживут после заката почти как в известной комедии. В субботу 16 мая по всему миру пройдет акция «Ночь музеев». Горожан и гостей столицы ждет насыщенная программа с 18 до 22 часов. Главная тема этой акции приурочена к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Мы за родину пали, но она спасена. В Чувашском национальном музее можно будет принять участие в квесте «Вдем в разведку», посмотреть фильмы о войне и попробовать солдатскую кашу. Клуб исторической реконструкции «Русские егеры» развернет настоящее боевое действие. У музея истории трактора научное представление устроит профессор Николя. А также горожане смогут прокатиться на тележке трактора. Свои двери откроет и центр противопожарной пропаганды. Здесь посетители познакомятся с экспозициями современного противопожарного оборудования и эвакуация людей во время пожара. Все желающие смогут начать грядущие выходные с велосипедной прогулки. Маршрут массового велопробега, посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне, пройдет от улицы Николаева до Певческого поля. Во время мероприятия будет перекрыто движение транспорта. С 9.30 до 11.00 автомобили не смогут проехать по проспекту Ленина. Улицам Карла Маркса, композиторов Воробьевых, Ярославская, Дамбе Чебоксарского залива, Исторической набережной и Красной площади. Объезд будет организован по улицам Энгельса, Ярославска и Президентскому бульвару. Остановки для автобусов городских маршрутов на этот период разместятся на улицах Энгельса и Ярославская. Гимназия номер 2, Минсанчасть МВД, фирма питания. Вечером в субботу Национальное телевидение Чувашии предлагает своим зрителям еще раз посмотреть видеотрансляцию празднования 70-летия Великой Победы. Смотрите в субботу в 9 утра повтор праздничных мероприятий. А в воскресенье на Национальном телевидении Чувашии премьера фильма, посвященного нашей землячке. Участница Великой Отечественной войны Зои Яковлевой. Журналист Валентина Поливцева, руководитель фонда «С чего начинается родина» Виталий Баев и режиссер Сергей Лобода снимали этот фильм в Чебоксарах и Симферополе, где актриса из Чувашии служила в Крымском драматическом театре и работала в подпольной группе «Сокол». Жестоко с ними поступили. Было ли это предательство? До сих пор никто не может назвать, кто был предателем. А мне кажется, что они сами настолько чувствовали себя свободно, что они, может быть, сами попали. Актриса, погибшая за родину. Она не получила ни ордена, ни медали, даже посмертно. От Зои Яковлевой осталась только пожелтевшая фотография и улица в Чебоксарах, названная в ее честь. О тихой доблести, о нерассказанном подвиге, о полузабытой потомками славе. Смотрите документальный фильм «Она была актрисою» 17 мая в 16.30. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова